Приветствую вас на своем канале. Я хочу сегодня провести вечер с вами, ну такой спокойный домашний вечер. Хочу показать вам кое-какие подарки, которые уже ко мне приходят от моих учеников. Огромное-огромное спасибо. И будем вместе готовить. Муж сегодня приезжает, поэтому хотим нашу папу накормить чем-то вкусненьким. Ну и еще вдобавок расслабиться. Полистаем вместе журнал. Итак, давайте начинать. Подарки. Подарки это всегда приятно. Мне подарили вот такую вот линейку от бренда Айзенберг. Как вы знаете, я люблю эту косметику. Я пробовала несколько средств, но то, что вот сейчас у меня оказалось в презенте, я совершенно ни разу не пробовала. Может быть, что-то в каких-то совсем миниатюрках, но впечатлений каких-то таких ярких не осталось, потому что, видимо, это было очень давно. Eye & Lip Contour Cream. Вот такой вот крем. Вы мне, пожалуйста, напишите, вы что-то из этого использовали или нет. Тательная линейка. Пока я ее не открываю. Здесь сроки годности большие. Буду пользоваться, когда у нас будут прям такие холода. Следующие два крема для лица. Они разные. Anti-Age Complex с гиалуроновой кислотой. Лифтинг эффект All Skin Types для всех типов кожи. И следующий крем. Они все по 49 грамм 50 миллилитров. Крем Ultra Rich. Это очень сильно такой питательный крем. Насыщенный. И, мне кажется, на холодное время будет отлично. Это серия Trio Molecular. Вот так вот она называется. Если пробовали, пишите, что из этого вам понравилось. Я люблю Айзенберг за удобство упаковки, за хорошие действенные составы. Ну и, конечно же, если есть скидки, а на него бывают скидки редко, я стараюсь что-то попробовать. Ну, а тут, зная мой вкус, огромное-огромное спасибо. Мне подарили вот такую прелесть. Сейчас будет кулинарная минута. Я хочу поставить, готовятся вкусные ежики. Они будут с грибами, такие сочные, очень ароматные. И покажу вам, по какому рецепту я их готовлю. Рис уже готовый. Ну, так мы его очень мягким не делаем, никогда не развариваем, поэтому он такой довольно жесткий. Это фарш индейки. Одно яйцо. Сейчас обжариваю вешенки. Добавим их тоже в фарш. Они дадут особый вкус, яркий нашим ежикам. Соль и специи добавляем по вкусу. Немного смазываю форму маслом и буду вылеплять нужного размера ежики. Запекаю их под закрытой крышкой минут, наверное, 30-40 до готовности. Потом приоткрываю и буду смазывать смесью сметаны и сыра. Также можете смешать сметану вместе с томатной пастой. Будет тоже очень вкусно. После чего уже в открытом виде отправляем снова в духовку еще минут на 5 для того, чтобы сыр расплавился. И сверху вот эта вкуснятина вся запеклась немножко. Обязательно делитесь своими рецептами. А ежики у нас получились сочные. Конечно же, их можно есть как с гарниром, так и с салатом. Нам больше нравится с овощами. Всем приятного аппетита! Некоторое время назад я уже очень расстроилась по поводу нашей машинки посудомоечной, потому что вдруг она перестала отмывать посуду. Мало того, она никак не вымывала средства с тарелок и вообще они оставались грязными. И к тому же посудомоечное средство вот это не растворялось вообще. Мы были в полном шоке. Решили, что, боже мой, неужели опять наша машинка дала дуба и передала нам всем привет и сейчас перестанет работать. Потом я разобралась, я сделала вывод, с какого момента она начала вот так странно себя вести и пришла к выводу, что это было из-за вот этого моющего средства. Оно вообще не растворяется, не отмывает ни жир, ни налет, ничего. По крайней мере, в нашей воде жесткое, оно не работает совершенно. Поэтому я бы не советовала вам его приобретать. У меня отрицательный отзыв, напишите, удавалось ли вам вот это вот растворить до конца. Но это как камень абсолютно. И вот прям в отсеке так и оставался вот этот кирпичик нерастворенный. Как только я сменила средства для посудомоечной машины, снова вернулась к тому, который вы сейчас видите, Эта проблема ушла и сейчас посуда снова чистая. Вот так что это кошмар. А сейчас я предлагаю вам отдохнуть и вместе со мной полистать январский гламур. Здесь два пробничка туалетной воды. Я, честно говоря, такую не пробовала еще. Было бы любопытно послушать этот аромат. Женская туалетная вода и мужская. Ну, такая легкая водичка. В общем, мы это уже проходили. Действительно правильно подобран розовый цвет. Такой какой-то легкий-легкий фруктово-цветочный аромат. А вот мужской аромат мне даже больше понравился. То есть он какой-то немножко такой горьковатый. Как мне показалось, ненавязчивый. Приятный. Если вы используете эти ароматы, напишите, пожалуйста. Очень красивая реклама Шанель зимняя такая. Но вот номер пять я пока не освоила. Для меня он такой какой-то очень взрослый, что ли. Не знаю. В общем, видимо, просто не моя парфюмерия. Wood. Deesquare Wood, если я правильно читаю. Вот они эти ароматы. Ага, вот что это за реклама. Я помню, такая немножко провокационная. Ну, не немножко. Немножко необычная такая вот, смотрите, темная прямо одежда для детей. Ну, вроде бы праздничная, но очень похожа на взрослую. Они прям как, знаете, дети Джеймса Бонда. Нравится ли вам вот такая одежда на детях? Пусть даже и на праздники. Интересно было бы ваш ответ услышать. Мужчина в платье. Может быть, скоро они будут в них ходить. Потому что мы уже все перестали в них ходить. Хоть кто-то должен. Ох, я тогда отдам все свои платья мужу. Давно их не носила. Реклама Фаберлик. Новые вот этой линейки. Глэм Тим. Если вы что-то заказывали, отзовитесь. Я к декоративной косметике как-то спокойно отношусь. Много не заказываю. Но мне нравятся блески для губ. Вот Фаберлик. Хорошие такие прям насыщенные. Помады. И мне понравилась очень тройка. Хайлайтер. Ну, там пудра больше, чем хайлайтер. Скульптор и румяна. Вот они прям очень хорошие. А вот по поводу этой линейки пока отзывов не слышала. Пока остаются трендовыми черный, серый, такой вот бежевый, серебристый, белый, красный. И сейчас уже восходит, опять восходит или не уходил, даже не знаю, такой вот фиолетовый цвет. Он по-прежнему в тренде. Только ездить в такси на заднем сидении. Но вот за рулем, конечно, такую шубу не наденешь. И даже не особенно походишь по улице, если холодно. Ну, мне так кажется. Пальто еще ничего. А шубы как-то не очень. Мне нравятся вот такие. Хотя здесь такие очень классические, в принципе, практичные вещи. Да, вот красивая, что это шубка или пальто какое-то меховое. Мне хочется вот такого плана коричневого найти. Красивого цвета. У меня ранее было. Это пальто уже стало стареньким. Я его отдала. Ой, какой красивый пиджачок. И цвет мне нравится. Видите, красное, черное, красное, черное. И в этом же стиле гуччи. Вообще, мне кажется, в последнее время пуховики побеждают всякие шубы и пальто. Потому что это просто универсальная одежда. Я планирую купить новый пуховик. И хотелось бы с красивым мехом. Либо переставить, может быть, от того, который есть у меня сейчас. Не знаю. Посмотрю. Просто, ну, я не вижу с красивым мехом. Если вы где-то видели, напишите. Эвелайн, мне кажется, бренд такой очень бюджетный. Но как-то им удается. Я уж не знаю, за счет чего. То ли там технологи. То ли они берут от какого-то люксового бренда другого, который с ними в концертной разработке. Но вот этот крем хороший у них. Тональный, я имею в виду. Вот он, контролл он называется. И какие-то блески у них хорошие для губ, помады. И вот эта палеточка у меня есть. Она это или не надо? Она Берн. Он шикарный, совершенно тени. И если вы еще не знали о том, что... Хотя я сомневаюсь, что вы об этом не знали. Но скажу свое мнение, что хорошая действительно косметика по бюджетным ценам. И вы в рамках определенного бюджета. То обратите внимание именно вот на этот бренд. Интересно, что в журналах теперь в женских огромное количество косметики именно для мужчин. Как я понимаю, в надежде на то, что женщины для своих любимых мужчин покупают ее. Ну, я так думаю, да. Иначе для чего бы она тут появилась? Ну, посмотрите, какое количество всего. Вот такой паховичок, смотрите. В принципе, в нем можно жить, как мне кажется. Да, это, наверное, целая палатка. Очень удобно. Реклама, конечно, такая пышная везде. Везде фиберлик. Вот это, конечно, просто прелесть. Для ребенка, наверное, замечательно. Кстати, у них развитие это точно такое же, как и у детей. Вот у этих, у собачек и у кошечек. Ну, то есть примерно 2-3 года, некоторые 4 поумнее породы. Так что они поэтому прекрасно дружат друг с другом. Наверное, на них теоретически можно вязать и примерять. Люблю Монгерлен, люблю в нем такую искренность, чистоту и легкую такую нотку лаванды. Не горечь, а именно легкую-легкую прохладную нотку. Очень красивый аромат, мне кажется. Он не открывается какими-то другими очень сложными нотами, но та нота, которая в нем солирует, мне очень нравится. Надеюсь, я была для вас полезной. Вы отдохнули со мной хоть немножко после своей работы. Конечно же, я благодарю вас за ваше внимание. Огромное спасибо, что вы были сегодня со мной. Я желаю вам удачи. И, конечно же, будьте благодарны за то, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok